Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Крест обеспечил нам жизнь с избытком на земле и в вечности». Я верю, вам понравилась проповедь. Я начну с 53 главы книги Исаии. Я знаю, что Исаия — это пророк Ветхого Завета. Но 53 глава — это мессианская глава. В ней говорится о Мессии, о том, какой он будет, и что совершит, когда придет. Эта глава вызвала массу вопросов. В ней говорится о Мессии, которому предстоит пострадать. Некоторые иудейские исследователи Библии даже решили, что эту главу добавили христиане. Что она каким-то образом попала в Священное Писание по ошибке. Самая древняя копия еврейской Библии датируется где-то тысячным годом нашей эры. По идее, у христиан было много веков, чтобы добавить эту главу. Когда христианские исследователи Библии стали заниматься этим вопросом, они тоже согласились с тем, что 53 глава не была частью оригинальной Библии. Такая мысль существовала в умах библейских ученых многие годы, как христианских, так и иудейских. Они считали, что 53 глава была добавлена позже, и ей нельзя доверять. И такое мнение царило довольно долгое время. Но в 1948 году, в год создания государства Израиль, молодой пастух нашел в пещере у Мертвого моря глиняные сосуды. На это ушло какое-то время, но однажды ученые наткнулись на свиток, содержащий книгу Исаии, от начала до конца. И эта копия книги Исаии была на тысячу лет древнее любой другой имеющейся копии. Она датировалась временем, когда христиане еще ничего не могли добавить. Угадайте, что было в этой книге? 53 глава. Слово в слово, как в нашей Библии. Это вызывает у нас улыбку. В 1 Коринфианам говорится, что немудрое Божие премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Это Божий юмор. Он всегда мудрее самых мудрых из нас. Все симпозиумы согласились, что этой главы не было в оригинале. Собиралось множество советов, и они пришли к выводу, что 53 глава была добавлена. Но всех ожидал сюрприз от Бога. Возьмите, ребят, почитайте. Это во многом изменило направление мысли библейских исследователей, поэтому никогда не извиняйтесь за то, что вы полностью доверяете Библии. Это не значит, что у вас устаревшее мышление, и что вы ограниченный человек. Библия — это лучшее решение для всех проблем человечества на планете Земля. Давайте вернемся к тому, с чего начали. Исайи 53, 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Обратите внимание на местоимение. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Когда я читаю, я сам часто ставлю местоимения «Мои, а не наши». Суть не меняется. Он изъявлен был за мои грехи и мучен был за мои беззакония. «Наказание моего мира было на нем, и ранами его я исцелился». Это описание Мессии и того, что Он совершает в нашей жизни. В Новом Завете, во 2 Кориффянам 5, 21 сказано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Галатам 3 глава «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Потрясающая мысль. Благословение Авраама приходит в иудейский мир. Мы знакомимся с Авраамом в 12 главе «Бытье». В 12 и 15 главе мы читаем о благословениях Авраама, и через крест Иисуса Христа они проносятся в 21 век. То благословение, которое Бог даровал Аврааму, приходит в нашу с вами жизнь через крест. Мне нравится, что Писание — это не просто отдельно взятые книги, но это целостная история, наша история. Смотрите, что Павел говорит к Галатам. 2.20 «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Крест Христа дает нам силу избавиться от всякого влияния греха. Где бы ни родился грех, внутри нас или навязан нам извне, силы Креста достаточно, чтобы принести нам избавление. Аминь. Посредством божественного обмена, о котором я так часто вам говорю. Иисус принял на Себя все наказание, которое мы заслужили, дабы нам принять все благословения, которые заслужил Он. Мы не заслужили свое право быть с Богом, не своими добрыми делами и хорошим поведением. Мы оправдались. Но если мое поведение ни при чем, почему оно все же имеет значение? Ваше участие в Царстве Божьем — это дар. Мы примирились с Богом. Это даровано нам Иисусом на кресте. Мое поведение — тот выбор, который я делаю, это отражение того, насколько ценю я этот дар. Я не выбираю святость, чистоту и праведность, как цель, которую я должен в своей жизни достичь, чтобы попасть на небеса. Я выбираю жить свято, чтобы почтить Бога, который даровал мне этот чудесный дар. Он примирил меня с собой, чтобы я мог участвовать в Его вечном Царстве. Мы делаем выбор в пользу святости, чтобы выказать Богу свое почтение и благодарность за Его дар. Предположим, вы подарили мне подарок. Скажем, вы подошли после служения и протянули мне ключи от автомобиля. Ну, предположим, пусть это будет Ниссан. Спортивная машина. Кабриолет. Красная. Шесть скоростей. Новенькая. Пастор, это для вас. Через неделю вы подходите ко мне после служения и спрашиваете, «Ну как, машинка? Класс?» Я говорю, «Здорово! Хотите, покажу?» Мы идем на парковку, а крыша вся поцарапана. Автомобиль внутри грязный и воняет. Что вы подумаете о вашем подарке? Думаю, вы решите, что я не ценю его. Я отношусь к автомобилю чисто потребительски. Да ломаю и выброшу. Библия говорит о попирании крови Иисуса. Это мой ответ Богу. Дело в том, что своими делами я могу заслужить, что Бог меня любил еще больше. Просто я хочу быть благодарным за то, что Он сделал для меня. И чем больше мы возрастаем в Господе, тем больше мы способны выразить Ему нашу благодарность. Новорожденный младенец не может сказать спасибо матери, которая его кормит. Он знает лишь, что он голоден, и он будет плакать, пока его не накормят. Крайне редко они присылают открытку с благодарностью за то, что им поменяли подгузник. И это не вдомек. Взрослым нелегко научить детей выражать свою благодарность. Мы постоянно говорим детям, что нужно сказать? Дитя в недоумении. Не знаю. Хочу еще. Если вы будете учить настоятельно, то научите детей выражать благодарность. Это касается и наших отношений с Богом. Когда мы приходим к Нему, нам кажется, что Бог от этого выиграл. Когда я пришел к Богу, я думал, как должно быть радуются ангелы. Такая помощь подоспела. Только потом я осознал, какая это ответственность. Поэтому мы отвечаем Богу своей благодарностью. Я пастор Аллан, и я благодарю вас за ваше время. Хочу предложить вам в течение этого года пройти этот путь вместе, чтобы к концу года мы познали Бога лучше. У меня есть для этого пара полезных инструментов. Во-первых, давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Начнем с Евангелия от Матфея. Вы сможете найти план чтения Библии за год на нашем сайте. И также давайте вместе читать ежедневное чтение, которое включает в себя стих из Писания и короткую мысль для размышления и молитвы на каждый день. Это поможет нам ежедневно приглашать Бога, чтобы Он изменил нашу жизнь. И тогда мы подойдем к концу этого 2018 года со всем другим сердцем. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знанию Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена. Через крест молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков через крест пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Крест — это совершенная работа. К этому мы ничего не можем добавить и не сможем. От этого что-то отнять. У Бога нет плана Б или второго акта. Крест — это законченная работа. Послание евреям. Хоть это и часть Нового Завета, но оно было бы обращено к еврейской аудитории, к евреям, уверовавшим в Иисуса. Автор послания предполагает, что читатели знают книги Моисея, что им известны функции священников и строение скинии и позже храма. Он противопоставляет то, что было раньше, и Иисуса как нашего первосвященника, а также завет, который Он заключил с нами. Евреям 10, 11. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Автор послания предполагает, что читатель знаком с книгой Левит. Книга Левит в точности описывает, как нужно приносить жертвоприношение. Автор пишет, что священники служат каждый день. Они без конца должны соблюдать ритуалы и традиции. Они никогда не прекращают служение. Они служат изо дня в день. Во времена скинии они все время стояли. Это указывало на то, что их служение не было завершено. И в следующем стихе Он противопоставляет им Иисуса. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Иисус принес жертву. Кого Он принес в жертву? Самого Себя. «И принес эту жертву, Он воссел». Посмотрим, что написано в 14 стихе. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящениями, те, кто отделил себя для Бога, Он сделал их совершенными одной жертвой, что приносит изменения в нашу жизнь. Сила Божья через крест Христа. Крест не символ гнева и ненависти. Крест — это выражение Божьей воли. Через крест мы примиряемся с Богом, имеем с Ним отношения и цветем в Его присутствии. Когда мы в Нем, в нас происходят изменения. А если мы пытаемся изменить собственными силами, у нас ничего не выйдет. Поэтому в церкви не должно быть притворства. Наша вера не в том, как мы выглядим внешне. Мы должны искренне сказать, «Я еще во многом несовершенный, но Бог работает со мной!» Это радует меня больше, чем вас. Ну да ладно. Крест полностью меняет нашу будущность, дает новое определение тому, что мешает нам в жизни, нашим ограничениям, вредным привычкам, нашему прошлому, что пыталось лишить нас будущего. Нас ничего больше не держит. Сила Креста достаточно, чтобы сделать нас свободными. Аллилуйя. Во второй главе Иоанна, в самом начале, это Евангелие, мы видим первое чудо, которое свершил Иисус. В каждом Евангелии нам повествуется об Иисусе, чтобы мы, читающие, могли больше узнать о Нем и о Его природе. Каждая Евангелие имеет свои особенности. Это не просто перечисление фактов или событий. Всякий раз целью автора Евангелия является позволить нам сформировать правильное мнение о Нем. Цель Евангелия от Марка сделать из верных читателей верных учеников. Евангелие Иоанна не начинается с подробностей о рождении Иисуса и посещении ангелов. Иоанн начинает повествование с момента, когда Иисус уже зрелый человек и начинает свое служение. Во второй главе Иисус идет с учениками на свадьбу. Большинство из вас знает эту историю. У них закончилось вино и хозяин торжества вот-вот переживет унижение. Мария, мать Иисуса, решает, что можно этого избежать. И в третьем стихе мы читаем, «И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них». Иисус говорит ей, что «Мне и тебе жено?» «У Меня тоже есть мама». «Если Я отвечу Ей подобным образом, мне не поздоровится». Иисус говорит ей, что «Мне и тебе жено?» «Еще не пришел час мой». Мария говорит служителям, «Что скажет Он вам, то сделайте». «Делайте то, что Он вам скажет». Странное повеление. Видно, что она понятия не имеет, что Он велит им сделать. Просто послушайте его. До этого в Эаана нигде не было и намека на то, что Он специалист по напиткам. «Если мы попросту прочтем эту историю, не зная, что речь идет о Сыне Божьем, то покажется, что Он не в себе. Откуда она могла знать, что у Него была способность вмешаться изменить эту ситуацию». Когда она обращается к Нему, Он говорит, что Его время еще не пришло, но она говорит служителям, «Делайте то, что Он скажет». Если кто-то и осознавал тогда уникальность Иисуса, то это была Мария. Она хранила это в своем сердце 30 лет. Прошло 30 лет с тех пор, как ее посетил Ангел. Она была тогда подростком. Ангел возвестил ей то, что ей тогда было трудно понять, но она пронесла это сквозь годы. Мы не знаем всех деталей, но она точно имела больше веры в Иисуса, чем кто-либо другой. Меня это интригует. Вы знали, что вы можете возрастать в себе вере Иисуса? Вера не статична и не инертна. Вы можете возрастать в вере. Не в странностях и глупостях, но иметь полноту веры. Мне нравится, что здесь говорится. «Делай все, что Он скажет вам». Бог не глупит. Не нужно делать глупости, затем обвинять Бога. Если у вас закончился бензин, не нужно молиться о водительстве духом. Наполните бак. Оказавшись на сложенном перекрестке, нужно смотреть в оба, а не пытаться получить откровение, когда и в каком направлении вам двигаться. Мы совершаем глупости, а потом виним Бога. Вера не должна побуждать нас глупостям. Крест меняет границы нашей жизни. Да, это мое прошлое. Да, это мои ошибки. Да, я сожалею о том, что совершил. Но я знаю, сейчас Божья сила действует во мне, чтобы произвести во мне то, что прославит Бога. Он сделает это и с вами, если вы пойдете его путем. В нас действует сила Креста. Это новая власть. Духовная власть. В 12 главе Матфея говорится, что к Иисусу привели слепого и немого человека. Матфей также добавляет, что он был одержимым. Этот человек был слеп и не мог говорить. Казалось бы, это чисто физиологический недуг. Но Матфей объясняет, что он одержим. И потом мы видим, что Иисус освободил его от демонического духа. Это не значит, что любая физическая проблема обусловлена наличием нечистого духа. Но иногда именно это является причиной. Однажды я молился за женщину, глухую с детства. Как только она получила освобождение, она тут же начала слышать. Её начали беспокоить отдалённые шумы. Она слышала, как тикают часы. Слышала шум машин на улице. После молитвы мы сидели и общались. Через несколько минут она сказала, «Мне не нравится, что я слышу все эти звуки». Её слух ушёл так же быстро, как и пришёл. Я верю, что духовные силы реальны. Не стоит их бояться. У нас есть власть. Но если мы живём, не зная о них, это так же губительно, как не знать о вирусе или бактерии в своём теле. Иисус открыл путь к новым духовным знаниям. С помощью креста мы теперь видим то, чего раньше не видели. После креста ученики Христа посмотрели на Него иначе. До этого они считали Его примечательной личностью. Он ходил по воде, делал вино. Чем не вечеринка? Он воскрешал мёртвых и исцелял слепых. Затем они видели, как Он умирал на кресте. Через несколько дней Он явился им живым. Он показал им раны на руках и проколотый копьём Бог и сказал, «Я вернулся». Думаю, теперь они смотрели на Иисуса уже совсем иначе. Они увидели в Нём того, кого не видели раньше. Крест изменил также и нашу с вами жизнь. Нас теперь сила Божья. Я не говорю, что мы стали религиозны и нравственны. Внутри нас сила Божья. Я покажу вам ещё одно место. На кресте мы видим принятие. Это очень важно. В Матфея 15 главе мы читаем историю о Хананьянке. Её ребёнок болен, и ей нужна помощь. Иисус служил только евреям. И вот к Иисусу приходит Хананьянка. Для нас это мало о чём говорит. Суть в том, что она была не еврейкой. Она не с той семьи, она питается другой пищей и не так одевается. Она поклоняется не тому Богу, не в том месте и не в то время. Когда мы смотрим на эту женщину, мы просто знаем, что Иисус не хотел с ней говорить. Это само собой разумеется. Не стоит искать её имя в гугле. Всё и так было ясно. Нам не так легко представить женщину Хананьянку. Но мы можем представить кого-то, кого мы не хотим увидеть у алтаря. Она также абсолютно не соответствовала их стандартам. За исключением того, что она была в отчаянии. И ей было наплевать, что о ней подумают. Её ребёнок умирал. Она слышала об Иисусе и надеялась, что Иисус сможет помочь. Ей не было дела до мнения людей. Быть в отчаянии весьма неприятно, но это подталкивает к результатам. Я получал от Бога в моменты отчаяния гораздо больше, чем когда я искал его по обыкновению. Мне не нравится быть в отчаянии, но в такие моменты у меня как будто более чувствительный слух. Уши как у слона. И если вы сейчас в таком состоянии, знайте, Бог вас не оставил. Эта женщина обращается к Иисусу. Прочтём с 25 стиха. А она, подойдя, кланялась Ему, а это выражение почтения во все времена, и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Иисус назвал её псом. Его слова нельзя интерпретировать как-то иначе. Её реакция меня удивляет. Она говорит, «Да, но и псы едят крохи, падающие со стола господ». Она в таком состоянии, что её нельзя задеть. Она могла обидеться, разозлиться, посчитать себя оскорблённой. Но она смиренно говорит, «Ты прав, я здесь чужая». Я признаю всё, что ты сказал, но иногда даже чужие могут получить помощь. Смотрите, что отвечает ей Иисус. «Женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Видели бы вы лица самоправедных, которые ожидали, что Иисус прогонит её, но Иисус протянул ей золотой ключ и сказал, «Женщина, велика вера твоя». Крест отменил всякое отвержение. Иисус принял наше отвержение на себя. Чтобы мы могли принять его принятием Бога. Эта женщина не была отвергнута. Она была принята. Я специально говорю об этом, потому что в нашем обществе эпидемия отверженности куда страшнее эпидемии гриппа. Она затронула многие судьбы. Разрушаются браки, отношения. От неё страдают взрослые и дети. Отверженность имеет духовные последствия. Боль от неё не слабее физического удара. Если мы не знаем, как позволить силе Креста принести восстановление и полноту в нашу жизнь, то мы будем всё время отвергать других. Раненые люди ранят других. Им кажется, что их обокрали, не рассказали им какой-то секрет, о котором знают все остальные. И поэтому им приходится внешне притворяться, что с ними всё нормально. И это напоминает сказку о голом короле. Это отверженность. Красота Креста в том, что мы приняты Богом. Он принимает нас в свою семью, самую большую семью во Вселенной. Он не стыдится назвать себя нашим отцом и заботится о нас. Мы больше не отвергнутые. Крест всё изменил. Крест всё меняет. Крест всё меняет. Он не меняет наших обстоятельств, боли и трудности в нашей жизни, но он меняет результат. У нас есть к кому прийти. Мы имеем источник, имеем того, кто может нас избавить от боли и горечи, от несправедливости. Сила Божья, которая в нас, доступна нам через Крест. Мы получаем не только спасение, но и свободу. И если вы столкнулись с проблемой с отверженностью, с физической немощью или эмоциональной, с конфликтом в отношениях, через Крест Бог дал нам силу всё преодолеть. Мы будем молиться. Приготовьтесь принять то, что Бог имеет для вас. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что через Крест мы можем быть прощены, приняты Тобой, получить свободу и очищение. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое, глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok